Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И мы сегодня снова из серии на проекте Родина Ролеплей Центральный Округ. У них здесь Кирюха Полканов, не забывайте вводить мой ник в регистрации. Также можете вводить мой промокод, вся информация из описания под видео. Итак, пацаны, продолжаем обозревать новые обновления. Я вам в прошлом видео показывал то, что добавили по маппингу, там по интерьерам. А сегодня я вам покажу, что добавили в модпак. Добавили несколько машин, примерно где-то 10 машин добавили новых. Они довольно-таки интересные, красивые. Ну, некоторые машины просто обновили на новую модель, а некоторые просто новые добавили. Поэтому сегодня я вам это все покажу. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На ВЧ сейчас будем это все тестировать, потому что здесь есть взлетная площадочка. Можно будет затестить, сколько машина вообще едет. Так, давайте вообще первую машину посмотрим. Первая тачка это у нас Мерседес. Мерседес ГЛЕ, я так понял. Он называется. Здесь, конечно, нету шильдиков, но выглядит он очень, пацаны, круто. Я его, кстати, ни у кого вообще не видел. Вообще ни у кого не видел этот Мерседес. Его, может быть, даже сейчас в продаже нету, либо их очень мало. Потому что я ни у кого не видел такую машину, но выглядит она максимально круто, пацаны. Вот можете даже сами посмотреть, то что выглядит она максимально круто. И мне этот кузов очень сильно нравится. Диски пиздатые стоят. Жопа вообще больше всего нравится. Это жопа. Такой четырехствольный выхлоп. Такие фары, пацаны. Ну, тачка реально классно смотрится. И фары, в принципе, тоже такие, знаете, реалистичные более-менее. Но моделька реально кайфовая. Мне очень нравится. Реально прям по кайфу просто. Салончик там тоже такой шикарный, весь проработанный. Следующий аппарат это тоже Мерседес, пацаны. Да, Мерседесы это такое. Конечно, их многовато. Обновили. Но выглядят они вообще пиздато. Реально пиздато смотрятся. Вот фары, получается, изменили. Но вообще полностью модельки изменили. Они сделали такие более качественные модели. Там у них оптика более, видите, поинтереснее смотрится. Что сзади, что спереди. Но реально моделька прикольная такая. Мне, конечно, не особо этот кузн нравится. Мне нравится больше старая Ешка. Следующая машина это уже рабочая такая лошадка. Это, получается, скорее всего, такая же фура на дальнобойщиках на работе. Но работу, кстати, дальнобойщика мы посмотрим в следующей серии. Потому что в видосе говорили, что там подняли зарплату. А у меня на дальнобойщиках максимальный скилл дальнобойщика. И поэтому посмотрим, сколько мне будет вообще платить. И покатаем с новым прицепом и с новой фурой вообще. Я думаю, это будет интересное видео. Поэтому ставьте лайк, как бы ждите видосик. Следующий автомобиль это Porsche Panamera. Честно, я не помню, он был или не был вообще на родине. Вот этого я не помню. Поэтому это спорная ситуация. Может, он был уже на родине. Может, его только добавили. Просто я его ни у кого не видел. Если это не новая тачка, то прошу меня извинить, пацаны. Потому что я не все машины знаю на родине. Поэтому могу немножко ошибиться. Ну а так, в целом, вот этот Porsche Panamera. Такой, знаете, нормальный. Такой бачком можно пораздавать. Такой бокоход чисто. Ого, я заложил. Видели? Вот это по красоте было. Ну бачком, кстати, он неплохо так едет. Бачком реально очень неплохо едет эта машина. Ну и, в принципе, внешне он тоже мне нравится. Но диски я бы другие поставил. Диски мне почему-то на нем вообще не нравятся. Ну такие себе диски, спорные. На вкус и цвет, конечно, товарища нет. Но... А так, сам кузов очень такой симпатичный. Я бы себе тоже такую машину приобрел бы. Следующий автомобиль это уже рабочий. Тоже Шкода, получается, Octavia, по-моему. А, Super B. Шкода Super B, пацаны. Это машина такси. Но, по-моему, ее нигде нет. Я не видел. На самом деле, ее на работе. Поэтому, скорее всего, это новая машина. Такое премиум такси, можно сказать. Написано здесь уклон какой-то. Типа название такси уклон, я так понял. Но модель, кстати, такая пиздатая. И Шкода сама такая, знаете. Ну видно то, что это какой-то премиум класс. Шкоды вообще. Ну, может, какой-то S-класс, типа, знаете. Ну а так, пацаны, смотрите, сами как бы моделька прикольная. Хорошие колеса. Все хорошо проработано. Желтые номера даже есть. Следующий автомобиль, это обратно Мерседес. Да, я говорил то, что их будет много. Потому что, в основном, добавили Мерседесы. И заменили Мерседесы. Раньше это был, получается, Мерседес Банан. А сейчас это Мерседес СЛК-53. Честно, первый раз такой Мерседес вижу. Мне как-то Банан больше нравился. Если честно. Вот, Банан был попизже. У этого мне ничего не нравится вообще. Ни морда, ни жопа. Жопа вообще какая-то стрёмная. Ну, как бы я говорю, это на любителя, конечно, пацаны. Но жопа, как по мне, какая-то вообще стрёмная. Вот эти фары просто. Может, моделька, конечно, такая не очень хорошая. Но Банан мне нравился больше. Следующий автомобиль, который я себе очень сильно хочу купить. Это БМФ-X5М в новом Кусабе. Вот это реально очень классная машина, пацаны. Вот это прям, прям просто лютая тачка. Очень хорошо выглядит. Проработанная моделька. Классные колеса. Оптика просто. Смотрите на эту оптику, пацаны. Просто смотрите на эту оптику. Она великолепна. Я считаю, это, наверное, самая классная тачка из новых вообще. Вот самая такая красивая тачка. Но видите, такой бах есть. Когда я вот так прямо смотрю, бывает, видите, стекла багаются. Вот такое, конечно, происходит иногда. Но это, в принципе, не критично, как бы. На это особого внимания можно, как бы, не обращать. Но так моделька, пацаны, вообще шикарная. И едет он очень классно. Следующий автомобиль, это Porsche Carrera. Да, это Carrera или нет? А нет, это Porsche 911 Turbo S. Вообще, моделька прикольная. Но колеса уебищные, пацаны. Ну, колеса вообще. Ну, они какие-то маленькие, знаете. Ну, не нравятся мне колеса. Они еще как-то зеленым отдают. Ну, сама именно моделька мне нравится. Но колеса я бы поменял. Реально, колеса мне вообще не нравятся. Я бы какие-то другие поставил. Ну, а так он выглядит очень классно, пацаны. Тоже моделька шикарная. Все хорошо проработано. Отличный внешний вид. Красивая попочка просто. Тоже такой двухствольный выхлоп, который, конечно, не особо видно. Следующий автомобиль, это, получается, Corvette. Chevrolet Corvette новый. Ну, он какой-то такой, знаете, маловатый, конечно. Но моделька вроде бы неплохая. Сейчас давайте подробнее посмотрим. Ну, в принципе, да. Моделька неплохая, но... Не знаю, как-то мне он не особо нравится. Морда симпатичная. Это, кстати, первая, по-моему, машина вообще у Chevrolet, у которой мотор расположен сзади. Видите, здесь мотор как бы расположен сзади. Это, по-моему, у них первая машина вообще такая, у которой мотор расположен сзади. Ну, то есть посередине, можно сказать. В YouTube я смотрел про эту машину видосы. Ну, как она выглядит вообще. Как бы в реальной жизни она намного красивее, чем вот в игре. Как бы в игре моделька какая-то это не очень хорошая. Ну, а так я его ни у кого не видел. По-моему, его тоже нету, правда же. Следующая машина тоже рабочая уже, получается. Как бы такой аппарат большой, на самом деле. Бак, конечно, не маленький, но... Как-то он странно расположен. Ну, я не знаю, что вам про него рассказать. Ну, симпатичная машина. Вот на такой бы машинке я бы поработал, пацаны. Я не знаю, правда, что это за автомобиль. Но выглядит он очень классно. Согласитесь? Это, скорее всего, будет машина для военных. Я так предполагаю, потому что у него такая раскраска военная. Поэтому... Не, ну, выглядит она, конечно, очень классно. Прям не очень нравится, на самом деле. Но едет она не очень. Едет она не очень. Но так, в целом, выглядит очень даже классно. Следующий автомобиль это Porsche Cayenne. Но он, по-моему, особо не изменился. Изменилась просто моделька. Она стала более качественной. Более интересная такая оптика. Кстати, Porsche как-то тоже маговато, да? Porsche Panamera. Porsche 911. И еще Porsche Cayenne. Короче, максимально много Porsche и Mercedes. Не знаю, Cayenne мне не особо нравится. Поэтому я ничего про него говорить не буду. Но вроде бы, видите, оптика как-то поменялась. Я вижу. И сзади тоже оптика поменялась. Следующая машина это Mercedes. Только я не понимаю, это какой Mercedes. Это C63S. Mercedes. Но здесь вроде тоже оптика поменялась. И сзади, и спереди. И моделька стала тоже более качественная. Мне вот этот Mercedes, кстати, больше нравится, чем получается E. Но как-то он не особо хорошо рулится, управляется. Как-то оно бочком не особо идет, конечно. И разгон у него не особо классный. Ну а внешне симпатичная такая машинка. Ну и последняя машина. Это уже военная машина. Я вам ее показывал в видосе, но покажу еще раз. Для тех, кто не видел. Amarok. Volkswagen Amarok называется. V6. Прикольная машина. Для военных, я думаю, классно. Как личную машину, я бы себе такую не покупал бы. Я бы лучше взял бы себе либо GLE, либо VX5M. Кстати, пацаны, пишите в комментариях, какая вам машина понравилась больше всего. Для меня фаворит это получается BMW X5M и Porsche 911. Вот эти две тачки мне больше всего понравились. А вы можете в комментариях написать, какие вам две машины больше всего понравились. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.